Всем привет дорогие друзья! Давненько у нас не было распаковочек посылок с Китая. Итак, одна из многочисленных посылок. Давайте приступим. Это новое видео на канале GadgetMoney. Мы начинаем. Поехали! Вкратце опишу. Внутри должны быть часы, умные часы. Вроде как InWatch P. Очень похожи на Moto 360 и по дизайну схожи с этими часами. Но по характеристикам пока еще ничего не могу сказать. 230 грамм. Вес посылки. Шла очень быстро. Чуть меньше 10 суток рабочих дней с Китая до России. Давайте распакуем, посмотрим что внутри. Не знаю делать одно видео распаковкой, сразу мини обзор, так скажем так ревью. Либо разделить это на два видео. Поэтому в принципе по ходу ролика разберемся. Стоит ли о них говорить второй раз. Все довольно таки хорошо упаковано. Продавец хорошо все упаковал в пакет. Еще раз в пакет. Все это довольно таки быстро дошло. Доехало с Китая. Доставка у нас и пакет. То есть, здесь вот указано, что довольно таки быстрая доставка. Вообще, если будете выбирать продавцов, у которых есть возможность доставлять свои товары именно такой доставкой, в принципе соглашайтесь. Доставка бесплатная и довольно таки быстрая. 10 дней с Китая это уже практически норма. И это очень хорошо. Так, значит, смотрите. Все, что я узнал пока об этих часах, есть небольшое обсуждение на форуме ФОПДА. Там буквально 4 странички о том, что эти часы существуют. В принципе, у них есть приложение. Здесь больше ничего нет. У них есть свое приложение для iOS и Android. Работают, в принципе, с двумя платформами. Android 4.3 выше, iOS вроде как 7.0 и выше. Итак, перед нами белая, бело-черная упаковка. Давайте посмотрим вкратце, что здесь написано. Итак, здесь написано, что это InWatch P. Цвет черный, о чем здесь сигнализирует нам вот этот черный кружочек. В принципе, больше ничего нет, никаких характеристик. Здесь у нас ссылочка для того, чтобы QR-код, для того, чтобы скачать мобильное приложение. Вообще, изначально эти часы придумывались для того, чтобы работать в паре со смартфоном Meizu MX4. Поэтому он даже здесь сигнализирует надписью Connect to Meizu. Давайте посмотрим. Это оригинал. Не знаю, есть ли подделки. Многие часы ругают, многие их хвалят. Но, в принципе, за дизайн можно, наверное, поставить довольно-таки большой плюс. Внутри у нас черная упаковка. Здесь довольно-таки интересный логотип InWatch. Опять же, Connect to Meizu. Здесь вот такой вот скотч. Открываем. И перед собой, если честно, я ожидал увидеть более крупные. На самом деле, часы, по сравнению с тем, как мы смотрим их на картинке, ссылочка на продавца будет в описании к этому ролику, часы довольно-таки аккуратные, лежат в таком интересном поролоновом. Больше ничего нету. Здесь, наверное, стоит это все дело приподнять, потому что внутри у нас будет две батарейки, такой вот треугольник, краткое руководство и, видать, гарантийное обязательство полностью на китайском языке. Мануал тоже, скорее всего, на китайском языке. Вообще, довольно-таки длинная история. Точнее, не то, чтобы она длинна, но история про то, как подружить ваш телефон с этими часами, заключается в том, что надо зарегистрироваться на китайском, скажем так, определенном сайте, точнее, на китайской социальной сети. И только после этого вы сможете подружить свой смартфон с предустановленным приложением, специальным предложением с этими часами. Здесь у нас заботливо положена вот такая вот отверточка и обычные батарейки. Срок работы вроде как до полугода, 10 месяцев. Опять же, как вы будете все это использовать, как часто будут приходить уведомления. Вот так вот к нам приходят уведомления, да. Такая вот батарейка. Батарейка – обычная таблетка. Маркировка, я не разбираюсь в батарейках, маркировки на ней никакой нет. Заклеена таким изображением с надписью InWatch. Давайте упаковку отложим в сторону и посмотрим на сами часы. Сами часы у нас выполнены очень-очень стильно. Это все у нас металл. Действительно похож, посмотрите, вблизи. Очень похож на... Дизайн похож именно на Motorola 360, но они, мне кажется, меньше, чем Motorola 360. От себя добавлю, что знаю на данный момент, что здесь 12 лет индикаторов. Он отслеживает вашу ходьбу, ваш сон, соответственно, показывает время. Больше никаких нотификаций не производит, кроме как уведомления вибрации о входящих смс и вибрации о входящих звонках. Ответить, поговорить по этим часам не получится. Ремешочек в черном цвете. Есть несколько версий. Красный вроде как черный, коричневый и белый. В данном случае это черный. Здесь сзади у нас заводские пленочки транспортировочные. Здесь значочек о том, что это Pi. Также здесь написано, что это нержавеющая сталь. О том, что 30 метров погружения. Часы водонепроницаемые защищены по стандарту IP68. Поэтому, в принципе, с ними свободно. При этом здесь 4 классических винта часовых, для чего и существует в комплекте у нас отвертка. Их аккуратненько отвинчиваете и туда вставляете батарейку. Ремешочек не кожаный. Это какой-то дермантин. Но, в принципе, я думаю, что сделан из гипоаллергенных материалов. И он не будет, скажем так, оставлять какие-то следы на вашем запястье. На запястье смотрится это все следующим вот образом. То есть, действительно, сделано, наверное, для больше азиатской руки. То есть, не знаю, на большой... У меня средняя рука. На большой руке, мне кажется, будет смотреться немножко по-детски. Ширину, то есть, диагональ дисплея и толщину корпуса стального, скорее всего, это сталь, либо какой-то сплав алюминия, я, к сожалению, с вам сказать не смогу. Но первое впечатление от внешнего вида очень даже положительное. Я ожидал худшего, потому что это все-таки пока еще безымянные часы, которые на данный момент проходят стадию... Ну, не то чтобы тестирования. Широкого распространения не имеют. Вот здесь у нас защелка обычная. То есть, это металл, скорее всего, да, это металл. Я думаю, что отрегулируется, в принципе, по любому запястью. Вроде как, существует несколько размеров. Точнее, их два размера. Но на мою руку, в принципе, на стандарт, на среднюю руку, они неплохо вот так вот застегнутся. И давайте я сейчас продену ремешок. Вот так вот это все будет следующим образом смотреться на запястье. Действительно, пока можно только оценить внешний вид этого устройства. Обычные часы с небольшими, скажем так, смарт-функциями. Да, есть приложение. Сейчас посмотрим, соединятся ли эти часы с приложением, уже установленным на наш смартфон. Итак, мы открыли с вами, соответственно, часы, вставили батарейку. Сразу хочу обратить внимание, что именно та отверточка, которая идет в комплекте, она ничего из себя не представляет как отвертка, поэтому использовать ее очень неудобно. Она мягкая сама по себе, то есть, сам наконечник мягкий. И возможность выкрутить задние четыре болта. Соответственно, винтика очень-очень проблематично той отверткой. Запасайтесь сразу крестовой отверточкой маленькой, чтобы спокойно это можно было бы сделать в домашних условиях. Итак, у нас есть часы, вставленные батарейкой. У нас есть смартфон. Значит, на смартфон надо установить приложение. Приложение можно установить с помощью ссылочки от продавца, где вы приобрели, либо с помощью ссылки именно на приложение, где можно его скачать. В данном случае я скачал, то есть, сосканировал QR-код и, соответственно, загрузилось приложение. Приложение есть, как я уже упоминал, под Android и под iOS. Соответственно, оно уже установлено. Здесь маленький нюанс. Для того, чтобы полноценно пользоваться этим приложением, вообще начать пользоваться приложением, надо зарегистрироваться в китайской социальной сети, что-то наподобие твиттера. Но смысл в том, что, так как это все на китайском языке, даже с помощью Google-переводчика, это довольно-таки проблематично сделать, потому что не совсем корректно это все переводится. Но, в общем, все эти действия проделаны. Будьте готовы к этому. Приложение загружено. Сейчас оно попытается подцепить часы. Сейчас, если найдет пару, я думаю, что все найдет. Все это происходит в первый раз. Вы будете, скажем так, очевидцами первого подключения по Bluetooth этих часов. Сами часы имеют, как я уже упоминал, 12 LED-индикаторов больше. Да, вот они нашли. InWatchP. Соединяемся. И, в принципе, наверное, на этом настройка. Да, часы заморгали. То есть, можете поставить, отмотать несколько секунд назад, поставить на паузу. Да. То есть, они подсоединены. Дальше вы выбираете профиль. Мужчина вы или женщина. Соответственно, выбираете вес. Вес, рост. В моем случае, это вот так вот. Вес у меня просто огромнейший. 100 килограмм. Здесь, соответственно, сейчас я введу данные о своем рождении. И продолжим. В общем, вводите все свои данные. Биометрический вес, рост, дату рождения. И после этого сейчас мы продолжим. Все это ввели. И перед нами, в принципе, приложение. Немножко присутствует китайский софт. Точнее, китайский язык. Но, в принципе, все приложение, скорее всего, на английском языке. Здесь можно отрегулировать количество, как я понимаю, шагов. То есть, как во всех фитнес-браслетах, в смарт-часах, можно установить ежедневную норму. В моем случае это, пускай будет там 7 тысяч шагов. Но я не всегда это выполняю. Только когда, допустим, нахожусь в большом городе, там, если езжу в коммунировки в Санкт-Петербург, то да, мы с женой проходили там 10, 12, 13, иногда даже 16 тысяч шагов. Находясь у себя в родном городе, мало двигаемся, ведем, скажем так, сидячий образ жизни. Поэтому 7 тысяч шагов – это даже немножко перебор. Ну, по калориям понятно, что надо сжечь 1716 калорий, поспать 7 часов. В моем случае это, наверное, 6 часов. В принципе, все. После этого, я думаю, что все это будет собираться в какую-то единую статистику. Здесь можно отследить. Есть меню. В настройках, я думаю, что больше ничего нет. Факт, фидбэк, аккаунт и еще какие-то ссылки. Слава богу, что присутствует английский язык на момент записи этого ролика. Я знаю, что еще несколько месяцев назад даже английского языка не было. И поэтому, в принципе, сложно было вообще пользоваться этим приложением. В общем, часы собирают всю информацию. Соединяются. Хорошо, что они соединяются по Bluetooth с вашим смартфоном или планшетом. И уже отсюда вы смотрите, сколько вы кушали, сколько вы, соответственно, тратили калорий, сколько вы спали, сколько вы шли, бежали. Не знаю, определяет ли он виды активности, но я думаю, что он сможет определить ходьбу и бег. Я думаю, что вело, езду на велосипеде или езду на машине он будет каким-то образом отличать от обычной ходьбы. Далее. И после этого, после того, как пройдет определенный промежуток времени, вы сможете всю эту статистику наблюдать у себя, соответственно, на смартфоне, делать какие-то выводы, может быть давать самому себе какие-то рекомендации или, наоборот, это смотивирует вас на какие-то другие действия, то есть, которые более благополучно скажутся на вашем образе жизни. По себе скажу, что, скажем так, не употребление, а применение, то есть, пользовавшись всякими, у меня был job on up, сейчас он сломался, заказали в Америке, соответственно, по гарантии, вроде как, визуали, прислали на американский адрес, но это другая совсем история. Все это больше, конечно, мотивация, чем какой-то имеет жизненный профит, то есть, да, вы можете все это собирать, всю эту статистику отслеживать, но это не более, чем пока на данный момент, по крайней мере, пока это в таком виде, в котором это есть, носимых гаджетов, не более, чем, допустим, какая-то игра, потому что, допустим, даже на PlayStation есть игры, которые помогают там похудеть, заняться фитнесом в игровой форме. То же самое здесь, носимая электроника, которая помогает, считывает ваши биометрические данные, сколько вы спите, сколько вы ходите. В принципе, да, если вы занимаетесь спортом, или бегаете, или там ездите на лыжах зимой, вам, наверное, будет это, как говорится, активный вид отдыха, вам это будет очень-очень полезно. Обычному же человеку, скажем так, офисному работнику, это в большей степени как либо аксессуар, либо, не знаю, есть ли здесь функция будильника, я думаю, что ее нету, потому что здесь в настройках, в принципе, я этого не увидел. Будем разбираться с этим приложением, если будут какие-то дополнительные идеи, чтобы показать вам, я думаю, что запишем какой-то отдельный ролик. В общем, часы сами по себе. Ролик все-таки о часах. Действительно, они очень-очень интересно смотрятся в плане дизайна. Черный цвет, черный ремешок. Действительно, это не кожа, но смотрится очень стильно. В руках на руке, в руках. То есть, в руках вы часы не будете носить, вы будете носить их на руке. Очень забавно смотрятся на руке, как определенное, кстати, здесь, то есть, если вы, допустим, ходите в классической одежде, подойдет. И, в принципе, даже если вы ходите в обычной повседневной одежде, в джинсах или в спортивном костюме, тоже, в принципе, подойдет. Они не имеют строгой наклонности, допустим, к спортивному стилю. Классические часы. И здесь есть датчик. То есть, если вы берете в руки, я не знаю, логично, вернее, всегда ли он срабатывает. Ну, по-моему, постукивание по экрану. Вроде как срабатывание, потому что вам показывает время. Стрелка, которая горит, это час, а которая моргает, это, соответственно, показывание минут, сколько именно. Здесь, конечно же, есть ограничения по пяти шкалам, всего 12, то есть, этих самых насечек на самом экране внутри. И, соответственно, там, если, допустим, время будет 11.37, то вам не покажет, вам уже покажет только 11.40 и 11.35. В принципе, как вы догадываетесь сами. Вот такое вот небольшое видео про эти часы. Стоят они от 4 до 7 тысяч рублей в зависимости от продавца. У нас также в группе, пожалуйста, проходите в группе ВКонтакте. Данные часы будут, соответственно, продаваться. Если что, пишите мне в личку, если вас это заинтересовало, потому что, в принципе, все это делается для вас, для подписчиков. Мы пока будем тестировать. Еще раз спасибо, что посмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. У нас есть группа ВКонтакте. Всего доброго. Пока.